В новом году россияне освобождаются от подачи налоговой декларации 3 НДФЛ после продажи недвижимости. Речь идет о сделках по реализации квартиры, загородного дома или комнаты, доход от которых не превышает 1 миллиона рублей. Продавцы нежилых помещений и гаражей освобождаются от подачи декларации и уплата налога с тех сделок, доходы которых не превышают 250 тысяч. Сейчас налог в размере 13% взимается с дохода от продажи недвижимости, если собственник продает ее до истечения минимального срока владения – 5 лет или 3 года, если недвижимость получена в наследство или подарена. Но граждане также имеют право воспользоваться налоговым вычетом. Чтобы получить этот вычет налогоплательщику, нам каждому из вас нужно было все равно подать декларацию и сообщить, что уважаемые налоговые органы, имейте в виду, что я продал, но я не должен платить налог, потому что у меня есть вычет. И вот в силу того, что часто сделки соответствуют просто размеру вычета, теперь с 2022 года, мне кажется, как примили достаточно элегантный и нужный механизм, саму декларацию подавать не надо. С января улучшить жилищные условия смогут российские семьи с двумя и более детьми без потерь на уплату налогов. Для этого нужно продать квартиру, которая по кадастру не дороже 50 миллионов рублей, и в том же году купить новую, большую по площади. Если раньше, чтобы не платить налог, нужно было владеть недвижимостью более пяти лет, то теперь для семей с детьми временной промежуток не имеет значения. Мы часто понимаем, что семьи растут быстро, дети появляются, и государство, поддерживая рост детей, увеличение жилой площади, ввело этот механизм, что теперь не нужно ждать пять лет, если у тебя в одном календарном году произошло увеличение жилой площади, продана квартира, куплена квартира больше площади, у тебя двое и более детей, дети несовершеннолетние, и все приобретательные квартиры прописываются, и собственниками становится та семья, которую продала, то при совокупности этих условий тебе также не нужно платить НДФЛ. А вот обладателям банковских вкладов в этом году придется впервые заплатить НДФЛ с процентов по накоплениям. Налогом облагается не весь доход, остается минимум, который налоговая не трогает. В этом году он составляет 42 500 рублей. Вот мы кладем денежные средства на депозит, на банковский вклад, например, под 7 процентов годовых. Вот если эта сумма процентов годовых во всех банках за весь 2021 год у гражданина составит больше 42 500 рублей, то с этой суммы нужно будет заплатить налог. Дело для этого, ну кроме как заплатить, ничего не нужно, банки самостоятельно подадут эту информацию. Не позднее февраля 2022 года банки передадут ее в налоговую, после этого налоговая сформирует требование и вышлет его гражданам также через личный кабинет налогоплательщика. И после получения этого требования граждане должны будут заплатить налог. Необлагаемый налогом минимум будут рассчитывать каждый год. Берут миллион рублей и применяют к нему ключевую ставку Банка России на 1 января того года, за который начислен налог. То есть в этот раз учитывают ключевую ставку от 1 января 2021 года. Тогда она была 4,25%. В следующем году в расчет пойдет ставка на 1 января 2022 года, то есть 8,5%. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События.